Книги находятся, охраняются. Дело в том, что мы можем с этой рыбой внести инфекцию, рождейшую. Даже вирус гриппа А может стать смертельным для силы и распространиться во всей популяции. Есть еще болезни, которые называются зоонозой. Они общие с животными и у человека. То есть, чем болеет человек, может перекинуться в животных. Но и так же и обратно может быть заражение. Сюда нельзя приходить с собаками, потому что собаки так же болеют общими болезнями. Ну и вообще общая наша рекомендация, скоро мы правила здесь повесим, посещение, поведение, как себя вести. Здесь нужно вести себя спокойно, наблюдать за этими животными. Можно фотографировать, что угодно. Запрещается шумно себя вести, хлопать там, пугать их всячески, привлекать. Кормить нельзя, как я уже говорил, потому что, во-первых, вы не накормите его, потому что примерно 50 килограмм ему нужно рыбу, чтобы поесть так более-менее. И какие угрозы здесь, но то же самое. Вот мы наблюдаем пик численности, здесь был вообще по всей бухте. В 2009 году здесь было примерно 390 силочек обитало. В настоящее время, вот за этот год, максимально мы насчитали всего 70 силочек. То есть они также снижаются, видите, в несколько раз, что по общему ареалу у нас в России, что и здесь показатель, с чем это связано. Ну, скорее всего, с общей тенденцией, что там неблагополучие. Силочи здесь находятся всего 9 месяцев, 9-8 месяцев. То есть это временная зимняя залежка силочей. Они появляются здесь в августе, в сентябре и уходят на природное лежбище в середине мая, примерно так. И потом в летнее время силочей здесь нет. Они уходят размножаться или нагуливаться. То есть здесь они переживают только неблагоприятный зимний период. Но правда бывает, когда бухта вот сковывается льдом, то им уже тяжело перемещаться. Часть силочей понимают и уходят подальше. А часть все-таки приспосабливаются, они лунки делают в воде, продаки так называемые. И от лунки до лунки плывут. Подышал в одной, принырнул. Ну, до 50, до 100 метров может нырять. И вот по таким продакам они двигаются, когда бухта сковывается полностью льдом. Ну, вообще, много можно рассказывать. Я думаю, пожалуй, закончится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!